Свои люди выбирают того, кто выбирает их. Для каждого свой. Штрих к портрету. Добрый день, космонавты! Вячеслав Валентинович, чоловод. Александр Васильевич, помощник. Сколько от семьи вы получаете? Двадцать килограмм. Двадцать килограмм. Хорошо, припискам двадцать пять. Немножко больше. Приписываешь. Это история апреля 2021-го. 35 лет со дня страшной аварии в Чернобыле. По традиции, по весне Александр Лукашенко приезжает на Гомельщину. В тот год это был Полесский радиационно-экологический заповедник. Во время посещения говорили о делах насущных, и одной из тем разговора стало развитие пчеловодства. Все подкреплялось конкретными фактами, собственно, они стали поводом для знакомства Александра Лукашенко и Вячеслава Мусева. Отсматривая архивные кадры, лично я в очередной раз убедилась, у президента к Полюшукам отношения особые. Они больше, чем свои. Мы общались как, не то что там, как президент, как вот, ну, близко знакомые, мы уже давно, как бы, не то что там президент, и мы стояли там под стойки смирно, боялись пошевелиться как-то или что-то. Как беседа такая была, как, как сказать, как с другом каким-то, вот стоишь и разговариваешь, так, ну, спокойно, просто вот разговор был. Подготовка была по полной программе здесь, подкрашивали и убирали все, косили. Президент же говорил, когда гости к вам приходят, вы же прибираете в доме, ну, вот, и мы здесь прибирали все, чтобы не пасть лицом грязь. Ну, про чистоту ничего так не сказал, ну, вот, понравился эпидомик, потому что, говорит, вот, мне бы такой бы эпидомик, как у вас. Зашли в середине, мы там и беседовали с ним о производстве меда, о наращивании пчел и семей там, о засеять поля, чтобы медоносом, как бы увеличивать производство меда для реализации. Ну, чтобы немножко денег зарабатывали. Слава, спасибо. 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 Скажи, подумайте, что надо. Мы вам поможем. И надо привлечь сюда, будет, пчеловодам, поможем. Надо построить какую-то там квартиру, им, поможем. Конечно, это приятно, когда вот он выходит в люди и близко сможет с людьми поговорить, что люди могут свое какое-то мнение высказать, какое-то, может, недовольствие, кому-то чем-то не на ней, кому-то кого-то, может, кто-то обидел. Ну, почему мы не должны президенту сказать. Он всегда поможет, он поставит всех на место, как по телевизору посмотреть. Можно сказать, что он народный президент. Так близко его, это первый раз мы так встречались с президентом. Он по-другому выглядит. Как бы моложе, что ли, или как-то активный, как-то более веселый. Ну, я не знаю, как более такой вот. По телевизору смотришь, там немножко жестче к этим колхозам, ко всему. Он требует, чтобы везде был порядок, как бы и к людям, и на полях был порядок, и людей не обижали, и зарплатами, и всем. Как бы он жестче требует со своих помощников. Здесь как-то, ну, беседа с нами, с работниками, как-то. Он был такой вот мягкий разговор у него, там, приятный такой вот разговор. Мне президент показался конкретным человеком. Как бы то, что он требует, то, что потребовал, то должно и так и быть этому. Пчелоустом здесь мы занимаемся с 18-го года. Ну, вообще, я занимаюсь уже давно пчелами, так как держу тоже пчел, да, смотрю, и уже больше 20 лет. Мое хобби перешло в работу. Ну, так и мне интересно просто работать с ними, как бы, и на работу даже стало интереснее приходить. Это как все равно, как рыбак рыбу тянет с речки. Так и мне приятно, как бы, когда медоносный сбор меда, вот, идет с нектара, и когда открываешь улей, этот магазин смотришь, когда полные рамки с медом. Вы знаете, какой такой вот, ну, прилив просто энергии, такая радость, что вот молодцы пчелки наносили столько меда хорошего, качественного. Я уже на пенсии. Кого-то, чтобы замена какая-то была, некого найти, никто не хочет, никто не хочет увлекаться вот именно вот этими пчелами и всем остальным. Ну, я предлагаю, предлагаю мне кайну, говорит, о, не, я как посмотрю, ты работаешь, не, 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 я, говорит, такого не хочу. Второе, что, говорит, они же и кусаются у тебя, да, не, не, говорит, не, говорит, я не хочу. Я лучше баночку меда куплю, так, говорит, и все. Ну, вот, видите, не хочет, я уже не знаю, как говорил, наше поколение уйдет, кто уже нас заменит, не знаю уже. Ну, и вообще, я гляжу, вот, молодых специалистов не обижают же, как бы, и дают же же и квартиры им, и на работу устраиваются, как бы, неплохо есть. Для них и работа, только работай. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Занимаются в заповеднике, начали заниматься пчелами с 91-го года. Все-таки радиационная зона. И как бы думали, что мед будет радиационный, никто его не будет брать. Ну, взяли для испытания, поймали пять семей, это ставятся ловушки, отлавливаются семьи, раи. Заселили они их и начали наблюдать, как себя ведут в радиационной зоне пчелы. И вот при откатке меда проверили мед. И пришли к выводу, что мед не накапливает радиацию. И вот с этого момента, с того же момента начали увеличивать семьи. Увеличили семьи, открыли еще другие пасеки. И вот предложили нам. Ну, у нас, когда президент приезжал, было где-то, наверное, 57 семей или что там, где-то вроде этого. Ну, как бы говорилось о том, чтобы увеличить и не то, что семьи, но и пасеки. Ну, у нас же на центральном пропускном пункте, там тоже у нас еще одна пасека открылась. После 21-го года, после посещения президента, мы еще открыли здесь пасеку. Ну, и на Хойницкой территории тоже открылись там пасеки. Так что, ну, выполняем то, что президент поставил. Стараемся. По меду, это для меня относительная новинка, что они в этой зоне получают чистый мед. Ну, это естественно. Пчела перерабатывает этот нектар, получается чистый мед. Если мы можем взять здесь мед, значит, надо больше меда развивать. Ну, ощутимо это, как бы, присутствие президента, его, ну, внимание вот именно вот этим районам пострадавшим. Не было, чтобы хочется куда-то уехать, как бы, здесь родился, вырос и, как бы, ну, не знаю, особенно в город куда-то, так вообще не хочется уезжать, потому что, ну, так-то лес, поле, речка. Мы как-то не ощущаем, как бы, ну, это развивается. Живем, как все люди, живут, как и в Минске живут, как и в Гродно, так и мы здесь. Работаем, трудимся. Я не слышал так, чтобы в Украине, там такая поддержка была, ну, как бы, я даже не могу сказать, потому что я, так бы, знакомых там нету, не поддерживаю так всячески. Ну, я сомневаюсь, ну, никто про это не говорил, я думаю, что у них такая, наверное, ну, не было такое внимание уделено, чем как у нас вот в Беларуси здесь. Как больше выделяется внимание для людей, особенно вот с чернобыльских зон, да, как бы, больше внимания. Ну, вот отсюда километров сорок до границы. Ну, читаем в интернете, но сегодня в том интернете там фейка вот этих понаписывает, как бы, одно, что смотрели новости, когда президент выступал, говорил. Ну, мы больше ему верим, чем вот этим мобильным телефоном фейком, понимаете, вот они там много чего приукрашивают. Действительно, да, эти денты эти, конечно, напрягают немного, что они так, как бы, жили, мы к ним ездили, они к нам ездили, общались, ну, как бы, ездили же мы отдыхать на море туда, как бы. И там же Украина вроде неплохие люди, но просто вот этот Запад мешался, и все такое пошло. Ну, эти санкции, они, может, даже еще и лучше. Мы стали больше, ну, производить своей продукции, больше, еще лучше стали работать. Ну, и что нам эти санкции, они нас ничем не напугали. Хуже стали жить? Нет. У нас прилавки ломятся от всего. Так что, я думаю, президент нам не даст бедными жить здесь. Санкции выдержим, как считаете? Ну, что так выдержим? Нас в обраган. Так что, я разделяю то, что, как президент сказал, что этим нас не напугаешь. Ну, как бы, говоря, что президент шутить не будет. С нашим президентом шутки плохи. Так что, если они тут пойдут, и... То все может быть. Отвечу, как он сказал, жестко. Вы какими-то качествами похожи на президента? Да нет, конечно. Ну, я, как... В сравнении такое, президент и я. Я простой рабочий. Что президентом-то надо, как бы, достичь этих. И надо было куда-то же и учиться, и как. Ну, я же рабочий человек. Если мы все будем президентами, работать что будет? Так что, мы будем работать. А президент будет ставить задачи. А мы будем их выполнять. Свои люди выбирают того, кто выбирает их. Для каждого свой. Штрих к портрету.